Всем привет, это Паноптикум на телеканале Дождь. Меня зовут Анна Немзер, а главный герой сегодняшней программы Станислав Белковский, насмешивший меня за две секунды до эфира, и Александр Невзоров. Здравствуйте. Да, привет. Чем насмешил тебя, Стасик? Это кулуарный разговор. Кулуарный, хорошо. А также с нами наш летающий монстр, который в течение программы выбирает какое-то одно тайное слово, реагирует на него, и задача зрителей определить, что это за слово, и прислать нам его в чат или в твиттер с хэштегом Паноптикум. Тот, кто успеет первый, получит в подарок месяц подписки на телеканал Дождь. И мы переходим к нашим темам. Поехали. Ну, тут, значит, можно с Путина начать, можно не с Путина начнем. Ну, давайте начнем с Путина. Значит, была пресс-конференция. Четыре часа длилась. Так, как бы, каждый раз, насколько я понимаю, стоит задача пересидеть себя в прошлый раз. Ну, вот, примерно на пару минут каждый раз это условие соблюдается. Значит, было это, на мой взгляд, довольно трудно, смотрибельно. Мне запомнились отдельные несколько моментов, на которые я хотела бы обратить внимание. Я бы сначала спросила вас, что запомнилось вам, если вы это смотрели. Я думаю, что как-то так или иначе вы с этим должны были соприкоснуться, Станислав Александрович. Да, я в первую очередь, поскольку Александр Глебович Невзоров сомневается в том, что неделю назад в рюмочной Зюзино состоялись брегелевские чтения, по его исполнению я объявляю персональный приз, собственно, мою будущую книжку «Брегель» тому, кто первый дозвонится до Александра Глебовича Невзорова из гостей брегелевских чтений, которых было довольно много, и подтвердит, что они прошли прекрасный норад. И закончить, например, в 23.30 московского ряда. Ты исполнил часа читал рассказ Брегель со всеми подробностями. Это с намеком на то, что это было круче, чем пресс-конференция Путина, что ли? Нет, пресс-конференция Путина на полчаса, короче, ровно. Поскольку я человек политкорректный, я понимаю, что бывает так, а кто-то в этой стране думает, что он круче Путина. Десять лет бывает. Да. И навигдая строгого режима. Поэтому, конечно, надо было закончить всего за три с половиной часа. А так, собственно, содержание этой пресс-конференции можно было понять и просчитать заранее. Ничего нового Владимир Владимирович не сказал. И, пожалуй, самое интересное, это анонс его «Женитьбы». Да, но «Женитьбы» как-то был неожиданным. Ну, непонятно, что он имеет в виду. Ведь обещать не значит «Жениться», как гласит известная пословица. Но хорошо, что этот вопрос задавал корреспондент издания «Лайф.ру», который входит в национальную медиагруппу, значит, господка принадлежащего господам Ковальчукам. А председателем Совета директоров этой национальной медиагруппы является известная спортсменка и бывший депутат Государственной Думы Алина Маратовна Кабе. Я ничего не имею в виду. У меня просто такое совпадение. Да, исключительно совпадение. Вопрос в том, что в Путина есть такое свойство, действительно, ну, мы про это много раз говорили, шутить и отпускать такие острые реплики. Я как-то не очень поняла, это была домашняя заготовка, так называемая консерва, или это был спонтанный такой... Ну, и вот доктрина о том, что он женат на России, она продолжает действовать. И, в принципе, эта доктрина достаточно оправдана, потому что она в достаточной степени утяжеляет образ российского президента. Но в прошлый раз, когда он обещал выдать замуж свою прежнюю, свою первую супругу Людмилу Александровну, он, в общем, обещание сдержал. Она вышла замуж за бизнесмена, как мы знаем, Артура Очередного. Да, а тут как-то непонятно, потому что если он на России давно женат, непонятно, почему он должен на ней снова еще раз жениться, как порядочный человек. И если он на ней еще не женат, то он действительно реально ей дурит голову все это время. Ну, там просто повыки, да. Ну, собственно, она не занимается, но это не значит, что он на ней не женат. Ведь можно быть женатым на комнате и все равно дурить голову. И, в моем сравнении, это, собственно, был компонентный. А ты избавиться, становится женить бы второй раз, что ли? Как-то я что-то немножко... Нет, нет, нет. Не обязательно же. То есть, когда человек женится, это не избавляет его от необходимости дурить голову. Он женился на России, дурит ей голову. Так бывает просто. Но, в частности, еще наружу, как прочее говоря, что-то я вот в этих ваших матримониальных материях как-то... Вот, Александр Глебович, надо быть более внятным. Александр Глебович, были ли там какие-то моменты, которые обратили... Я вам могу сказать, вы помните, был у нас чудесный совершенно человек, Доб Антон, да, который был ассистентом Бюфона и который, на самом деле, делал за него все препарационные работы. Так вот, еще лучшим препаратором был Кювье в молодости. И Кювье всегда хвастался, что он по одному зубу, по одному единственному зубу всегда может воссоздать и восстановить целый скелет. Это применительно и ко всем пресс-конференциям Владимира Владимировича, когда по одному зубу, по одному маленькому ничтожному фрагментику можно достроить всю остальную конструкцию. Это ведь на самом деле не является пресс-конференцией, это такой обряд вопрошания. И этот обряд, к этому, к выполнению обряда вопрошания допускаются, как мы знаем, не все. И Владимир Владимирович здесь совмещает должность и верховного жреца, и дельфийского оракула, непосредственно Пифи, который может дать ответ. Причем он так... Я не знаю, кто его учил, не знаю, честно могу сказать, но я постоянно натыкаюсь в его поведении на известные мне методики, в том числе и преподаваемые мной, моим ученикам, ведь что самое главное в такой пресс-конференции? Это постоянно системой определенных улыбок, опусканием глаз, определенными репликами давать понять присутствующим, что они полные идиоты. Вот у него это великолепно получается, ведь посмотрите, действительно, каждый стоит с кепкой и ждет этот ответ, как нищие у церкви ждут медика. Но он щедрее этой не медики, он вот посмотрит на корреспондентишку и отвешивает ему бриллиант ответа, да. Вот прямо вот сколько вот он в каратах измеряет весомость издания, уместность вопроса, внешность корреспондента. И вот в каратах он отвешивает, причем сомневаться в подлинности этих бриллиантов неприлично. У всех есть подозрение, что это просто стекляшки надерганные с люстра в соседнем помещении, но он это делает, конечно, царственно и великолепно. И заканчивается это тем, что просто заканчиваются эти стекляшки, которые он раздает так называемой прессе. Сундучок захлопывается и все заканчивается. У него бывают интересные моменты, когда у него то, что называется, в глазах вспыхивает очередной Боинг, но вообще видно, что ему с этой толпой мучительно скучно. И вот эта скука, она и есть главная, главная содержательная часть этих пресс-конференций. Ну, конечно, потому что вообще Владимир Владимирович не любит публичность, вопреки тому, что он сам формально заявляет. Нет, Стас, я тебе могу сказать, он показывает неплохую школу. Он показывает неплохую... То есть вы намекаете на то, что все-таки он был тайно или явно среди ваших учеников? Нет, среди моих не было, это совершенно точно, но поскольку методики... Различие же бывает быть незаметным. Нет, подожди, ну вот, грубо говоря, квантовую физику тоже преподают и в Калкехе, и даже в МИФИ примерно по одинаковым методикам. Это не значит, что преподают одни и те же люди. Нет, у него хорошая, у него очень хорошая фундаментальная подготовка, которую он получил, на Литейном-4 в управлении КГБ. Всех поздравляю с праздником, кстати. И сегодняшним. Но еще на этот фундамент... И вас так же, да. На этот фундамент у него воздвигнулось очень неплохое умение. Единственное, он не справляется с глазами. Глаза либо отсутствуют, либо тухнут, либо он минутами даже вот забывает посылать этот сигнал. Ребята, какие же вы идиоты. Но на публичных мероприятиях, он на больших публичных мероприятиях, он всегда изнемогает. Это, безусловно, так. И то, что его не выдает мимика, собственно, мы должны за это благодарить специалистов по пластической хирургии. Ну, парализовать глаза. Нет, это, ты знаешь, тут и специалисты, и на самом деле школа Литейного-4. Потому что чекистская школа Питера, она сильно отличается от московской. И московских чекистов в свое время можно было отличать от питерских даже по выражению глаз и богатству или бедности мимики в определенных вопросах. Но все-таки согласитесь, и по пластической хирургии тоже. Соглашусь, несомненно, соглашусь. Именно поэтому Владимир Владимирович отменил послание президента Федеральному собранию, которое тоже должно было быть в этом декабре, потому что два таких больших публичных мероприятия для него слишком большой перебор. И действительно, он вспыкивает только тогда, когда вопрос затрагивает его лично и глубоко эмоционально. Такие вопросы бывают, но их очень немного. Как по всему остальному, он не питает ярко выраженного интереса. И в этом смысле миф о Путине, как о большом публичном политике, ни на чем не основа. Путин действительно хороший выпускник школы Александра Глебовича Невзорова, чтобы мы под этим не понимали, но не более того, в смысле своей публичной активности и общения с аудиторией. Но несколько раз он проговорился достаточно на этой пресс-конференции характерно и показательно. Например, он сказал, что население Российской Федерации 160 миллионов человек. В то время как оно, даже с учетом присоединения Крыма, чуть менее 147 миллионов человек. Я пытался понять бессознательные корни этой ошибки и увидел их в том, что вот эти 13 миллионов, недостающие до 160, поймут их путь, это совокупное население Белоруссии и Северного Казахстана. И может быть где-то совсем в глубине президентской души бродят некие иродентистские планы, о которых, как и Алине Маратовне Кабаевой, мы не будем говорить излишне. Ну да, потому что вообще у него это все с каждым разом отчетливее и отчетливее. Бедные белорусы теперь уже все белорусы из картофеля вырезают в себя КМ, красят и готовятся защищать Родину. Там сложнее, как готовиться в том, что... Нет, они клеят из картофеля танки. Они делают из, скажем так, из картофельной шелухи, собираются шить одежду для своих генералов. Все это будет с лампасами, но это будет из картофельной шелухи. То есть там, на самом деле, ведется оживленное военное строительство. Поскольку картофеля пауте немного, то вполне возможно, что им удастся удвоить и утроить воинскую мощь. Знаете, у меня один вопрос еще был про проговорки. В связи с этой пресс-конференцией. Потому что я, ну, грешным делом, я, конечно, просыпаюсь в тот момент, когда меня что-то цепляет. И я вот все эти рекорды на Дуев я слушаю довольно спокойно. Ну, в какой-то момент я просыпаюсь и слышу, что Путин рассказывает, что он пересказывает свою последнюю встречу с писателем Даниилом Граньным. И рассказывает, пересказывает буквально следующий диалог. Граньному во время последней встречи говорит, хватит, Владимир Владимирович, вы должны это прекратить. А он ему говорит, а что именно прекратить-то? Вот у нас из каждого утюга весь интернет переполнил. В телевизоре постоянно об этом речь. Из каждого утюга доносится. Тут кто-то своровал что-то, тут кто-то где-то что-то украл, а тут что-то украли. Вы должны это прекратить. Вот это все вместе, это опять-таки домашняя заготовка и консерва. Такая вот припасенная к случаю. Это не имело к вопросу практически никакого отношения. Действительно. Там был вопрос, я точно не скажу, но там не было прямой связи. Ну, понимаете, ему не хватит... Что это было? Я сейчас объясню. Это как раз тоже методики, когда все время, чувствуя инертность, послушность, абсолютную покорность аудитории, когда действительно все уже лежат ниц. Ведь это же оптический обман, что они встают с микрофонами и говорят. На самом деле они в такой глубоко древнеегипетской позе пребывают. И он, страдая, как справедливо подметил Стас, страдая и тоскоя, пытается хоть какие-то пузыри на этом болоте вызвать и швыряет туда кирпичи в надежде на то, что все расшевелятся. Да, ведь понятно, что Россия гораздо волшебнее, чем те пресс-конференции, которые ему приходится проводить. Там вот, ну, к примеру, вот эта вся волшебная история с ракетой, которая улетела дырявая в космос, в ней обнаружили тампон. Понятно, что ракету перед стартом пытали и, скорее всего, насиловали. Но он и не дождался ответа вопроса об этом, а ему наверняка очень бы хотелось как-нибудь похулиганить. Станислав Александрович. Ну, много лет назад Владимир Путин сказал в свое сакраментальное после смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем. Смысл этой фразы уже тогда был не всем, но далеко не всем, но хорошо понятен. Имеется в виду, что, собственно, все грешны, все наши современники. Среди современников не осталось для него ни одного большого авторитета. Это когда он приходил к власти в 2000 году, казалось, что миром правят какие-то роботы-вершители, небожители и так далее. А потом лидеры всех крупных ведущих стран мира оказались такими же простыми людьми, как он сам, да еще и менее талантливы в определенных вопросах. Выяснилось, что он может внушать народом, и не только своему собственному, неизборную любовь в особо крупных размерах, на что способен не каждый политический лидер вообще удерживаться у власти сколь угодно долго. И он перестал уважать современников и все свое уважение обратил на избранных предков. Вот Махатма Ганди, деду Даниила Грагина. Поэтому у него есть свой пантеон старцев, которые подают ему правильные идеи о том, что жизнеописание российской клиптократии всеми доступными способами надо прекращать. Ну, потому что ладно, что там какой-то Алексей Анатольевич Навальный на своем YouTube-канале или аналогичные борцы с коррупцией транслируют населению. Но видите, федеральные телеканалы что-то такое транслируют. Да, пусть все эти сериалы про воровство и коррупцию, они достаточно сервильные. И там, как правило, ФСБшники, не говоря уже о ближайшем окружении президента, хорошие. А плохие люди уровнями ниже. Но все равно сама идея, что все украли, она там есть. И она внедряется в головной, спинной и костный мозг россиянина. И, видимо, этой вольнице будет в 2019 году положен, как говорил крестьянин Иван Сергеевич Стургенево, предим. Я, в общем, хотел бы, Ань, хотел бы подвести черту, мы что-то раскатали широко эту тему. Вот знаешь, у меня на их есть такая игра, я ищу параллельные парные сюжеты, новостийные, которые хорошо объясняют друг друга. Вот я полагаю, здесь очень годится сюжет. Сейчас египтологи в Египте нашли, наконец, абсолютно нетронутую гробницу, которой 4400 лет. И что, ты думаешь, в ней происходило? В ней шла пресс-конференция фараона. Там были рассажены мумии, и наполовину торчащий из саркофага фараон, вероятно, вероятно, должен был отвечать на вопросы, если бы не спугнули египтологи. На этом я предлагаю... Тема пресс-конференции была исход. Да. На том, значит, мы тему пресс-конференции закрыли. Это прекрасная история. Хотя, все-таки, я в догонку сказал бы, что не все журналисты были так уж сервильные и предсказуемые. Нет, были другие. Да, и, так сказать, оказались даже украинские журналисты во главе с неизменным Романом Цымбаляком с канала «Владим плюс один», который задавал вопросы про объем финансирования оккупированных ДНР, ЛНР. Но даже ему не удалось как-то поднять тонусы. Нет, 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 нет. Он тоже, опять-таки, так подобострастно задал этот вопрос, что так запутанно, так неостро и так без хулиганства он не дал пас. Так все сложно, так все запутанно, но смущаться нечего, брат. Наш дурдом голосует за Путина. Наш дурдом будет Путину рад. Это были не стихи. Мы переходим к следующей теме. Хорошо. Ну, вот эти темы я сейчас дам как-то, видимо, все вместе, потому что так они как-то изящнее будут. Нет, бывший оппонент и президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле, которые запрещают размещать на уличных каблу информацию о курсах валют. Плюс он же за пару дней до того призвал россиян не копить деньги, в Ярославле дело было. И даже Бальзака в этой связи вспомнил и сказал, что вот персонаж Гопсек, это вот, собственно, не тот, это не наш герой и не наш человек. Мы так не будем, потому что это все тлен и суета. Жизнь важнее, много не накопишь все равно. И в то же самое время житель Новосибирска Максим Иванов, разбирая бумаги, обнаружил каталог ритейлера «Метро» за 2009 год. Он сфотографировал там просто такие цены, каталог, цены, картиночки и цены, товары и цены. Сфотографировал, выложил в Твиттер несколько страниц из этого каталога со старыми ценами. И там началось просто, ну, эти цены действительно вызывают сложные чувства. Там просто не очень небольшие эти цены. И, ну, понеслась такая вот волна ностальгии, нервных приступов, когда люди действительно... Ну, все понимали, что цены растут, но когда ты вживую сталкиваешься с 2009 годом, как-то у тебя немножко ностальгия подступает. Вот. Три эти новости как-то, мне кажется, изящно выглядят в комбинации, а у нас, тем более, времени не очень много, поэтому я их объединила. Станислав Александрович, как вам это все вместе? Знаете, мне довелось, я почти никогда не бываю на светских мероприятиях, но иногда меня туда затаскивают обманом, говоря, что будет некий интересный разговор. 12 дня приходишь, а там, смотри, у меня уже ноль это шанс. 80 бутербродов, понятно. Да, конечно, да. И вот меня заманили на прошлой неделе на одно такое мероприятие, где я имел возможность послушать точку зрения абсолютно лояльных власти банкиров, причем лояльных искренне и серьезно, я не сомневаюсь в том, что они не издевались надо мной, а маска их абсолютно прироскала к лицу, даже если это когда-то было маской, которые мне объяснили, что, безусловно, Россия заслуживает рейтинга AAA, по классификации всяких там рейтинговых агентств типа Moody's и Standard & Poor's, и только по политическим причинам этих высочайших рейтингов не получают, поскольку страны с такой устойчивой финансовой системой невозможно в мире найти. Внешнего долга практически нет, а даже если нас отключат от доллара, то есть прекратят расчеты с долларом для российских банков, то в Центробанке на долларовой наличности больше, чем долларовых вкладов россиян. Поэтому если все россияне одномоментно придут забирать свои вклады в американские валюты, то Центробанк справится с этой проблемой. И мне объяснили там очень внятно, почему запрещают табло с корсами валюты. Потому что россиянин должен забыть о существовании иных валют, кроме рубля. Он должен получать доходы в рублях и нести расходы в рублях. И он даже не должен думать о том, что есть какие-то доллары, евро, есть какая-то потребность валюты в обменных операциях. И это только первый шаг. А следующий шаг будет запрет на публикации обменных корсов в средствах массовой информации. Во всяком случае, на телевидении точно. И мы, я думаю, опять же, в 2019-2020 годах до этого доживем. Как говорится, посторонить советский рубль идет. Как писал в 1952 году Сергей Владимирович Михайлович. А что касается воспоминаний о Габсеке, реминисценции с ярославского фарма-проектория, то здесь, мне кажется, Владимир Владимирович апеллирует к своей собственной семье. Да, ведь он говорил, его даритмотив был, что во втором-третьем поколении ни одной семье не удается, как правило, удержать состояние наследства уже во втором-третьем поколении. Ну, это не совсем так. Если мы посмотрим на некоторые богатейшие семьи Евроатлантического и других миров, многим удалось и в 10-м, и 20-м поколении что-то удержать, но здесь, опять же, говорка по Фрейду. Владимир Владимирович имеет в виду, что у него есть подразумеваемые права на гигантские активы, но эти активы невозможно оформить. Не пока он президент, не тем более после того, как он перестанет быть, если это когда-то случится. Эта тема его занимает, и вот это трансформировалось в такое рассуждение о Габсеке и о том, что копить не надо, потому что все равно это невозможно. Никак под закровище было рядом, как говорится в финале романа, бессмертного романа «12 стульев», но унести его с собой невозможно, поскольку бриллианты превратились в дом культуры железнодорожника. И как превратить дом культуры железнодорожника обратно в бриллианты, неясно. Вот я бы это трактовал так. Ну, а то, что, по-моему, в два раза цены в среднем повысились за это время, ну, так оно и есть, потому что, знаете, я, как постоянный потребитель продовольственных товаров мы закупаем. Это мы видим, да. Да, конечно, вижу, это все равно. Но вы-то не потребляете, как мы видим, продовольственные товары, Александр Глебович, поэтому вам сложнее рассуждать об инфляции. А я вижу, насколько дорожает колбаса. Она дорожает на 15-20% в год. Александр Глебович, а вот вы чем смеяться над коллегой? Я не смеюсь над коллегой. Ну, скажи, если у вас такая экономика действительно замечательная, здоровое питание тоже дорожает, небось, или нет? Ну, во-первых, я совершенно, как вы знаете, не двинутый ни на чем здоровом, тем более на каком-то здоровом питании. И меня это беспокоит меньше всего. И меня во всех питательных вопросах волнует только количество, отнюдь не качество. Но я вчера, в общем, все рассказал, что я думаю про запрет на вывеску курса валют. Но, конечно, они начали не с этого. Надо было все-таки для россиян секретить и скрывать от них не курс валют, который является, ну, в общем-то, самым лаконичным, самым безжалостным и самым точным объяснением, как бы таким числовым воплощением слова «жопа полная». И вот это вот все время зажигать у граждан над головами слова «жопа полная», а также производные, там, ну, не знаю, то, что можно было бы на мой физиологический язык перевести, как «вагенец», например. Вот, наверное, этому не следует. Но все-таки надо было начинать не с того, надо начинать скрывать год. Потому что, как только граждане выясняют, что сейчас будет 2019 год, вот у них закрадываются обоснованные подозрения, что что-то идет не так. Когда они еще видят пейзаж вокруг себя, понимают, что этот пейзаж будет холодеть, сереть, нищать и протекать всеми видами дерьма, какие только существуют в мире. Конечно, вот это вот не хотелось бы, чтобы они знали эти цифры 2019. Вот желательно было бы каким-то образом из памяти и из мышления народного это изъять. А потом можно было уже браться непосредственно за курсы валют. Это хорошая идея. Кстати, могу сказать, что все в том же святочном рассказе Бригель, который будет подарен в виде книжки тому, кто сегодня первым дозвонится до Александра Глебовича и подтвердит, что мероприятие в Зюзино прошло успешно. Там главный герой этого рассказа Бригель, не Бригель, а Белковский, конечно. Бригель, персонаж второго плана. И там написана и потребительская корзина Белковского вместе с темпом ее подорожания. А вот, кстати, кто-то уже дозвонился и описывают бесчинство Белковского в Зюзино швыряние рюмками. Это было? Нет, это полный фальсификатор. Ну, подожди, подожди, вот, пожалуйста, тебе СМС. Только не было рюмок, ну что вы. Рюмки были только у гостей, но не у хозяина в моем лице. Ну-ну. Так что это фальсификация. Да. Как любят, говорят у нас у пьющих людей. Слушайте, а сигареты дорожают, Александр Глебович? Да вы чего? Сигареты, черт его знает, скорее всего, да. Дорожают, как миленькие, поверьте. А с какими темпами встретим за год? А еще, вы знаете, вот этого я не отслеживаю. Почему? Не по причине широты душевной или наплевательства, а... А чтобы не нервничать? Нет, просто, ну, как бы, есть некие факторы непреодолимые и непобедимые. Какой смысл тратить время на отслеживание последовательности прохождения этого факта по моей биографии? Да нет, ну, понятно, что я буду покупать сигареты, даже когда они будут стоить в пять раз дороже. Поэтому мне деваться некуда, я справедливо не интересуюсь тем, насколько они дорожают. Так, кстати, хочу заметить, что я вчера с вашей подачи впервые начал обращать внимание на надписи на сигареты. Так. Знаете, все страшные, да. И я видел вчера на кассе одного из магазинов товаров народного потребления сигареты «Русский стиль», оказывается, такие есть. И там, в общем, было все достаточно недвусмысленно в духе 282-й и 280-й статей УКР. Там русский стиль — инфаркт, русский стиль — рак. И русский стиль — смерть. Прекрасно. Если бы у меня был смартфон, я бы обязательно сфотографировал и отправил бы в Роскомнадзор, а оттуда в ФСБ отправил СБ. Но смартфона у меня нет. Кстати, вот еще разозвращать, забегая назад, а не вперед. Забегая не вперед, а назад к пресс-конференции Владимира Владимировича, хочу сказать, что в преддверии пресс-конференции Дмитрий Сергеевич Песков, высочайший пресс-секретарь, сказал, что Путин — единственный человек в стране, у которого нет смартфона. Поскольку наличие смартфона — это подчеркнутый эскипиционизм. Я вот хочу сказать, что у меня нет не только смартфона, но даже и телефона. Поэтому нас уже двое. Двое. Нет, у меня есть парочка таких же безумцев, которые тоже без телефонов. И вообще это давно у московской знати считается не только за хороший тон, но и за единственно возможный тон. То есть если вас уличат в наличии телефона, это значит, вы, в общем, какое-то такое мелкое говнишко, суетный клерк. Совсем это не инновация, но приятно, конечно, что к этому сонму сопричислился и наш друг Белковский. Но я-то подозреваю, что он просто утопил телефон в коньяке. Ну, слушайте, это когда-то у Белковского были деньги на коньяк, Александр Глебович. Так. Согласись, что у вас в теории абсолютно утопична. Простите прощения за неудачный каламбур. В сей момент мы уходим на рекламу, потому что вы тут меня подзвели этими разговорами про курение. Курить в студии все равно нельзя, очень хочется, поэтому мы уходим на рекламу. Кому как. И вернемся в студию через... Вообще даже не начинайте при мне этого безобразия. А я не курю, я просто показал. Вы можете, вы не делайте этого, но вы можете, я вам завидую. Уходим на рекламу, вернемся в студию через несколько минут. Будем обсуждать новую тему. Вот это подстава была сейчас. Где подстава-то? Я же не закурил. Ну, не знаю, это было очень, знаете, скользко так, очень опасно. Но это в миллиметре. Да, у меня вспотели ладоней. Подожди, это в миллиметре, все по-честному, я не закурил. Нельзя курить, но нигде не сказано, что нельзя держать в зубах погасшую или негорящую сигарету. Да, и правда, нигде не сказано. Дело в том, что нельзя... Полторы минуты. Да, нельзя, нельзя в эфире, да, а вот сейчас мы это можем себе позволить спокойнее. Сейчас, да, пожалуйста. Ну, у нас как-то сегодня в редакции тихо. Потому что все заходят, видят эти жуткие коробки с надписью «Суперчлен». Это вот Шнуровское наследие. Сам он веселится, мерзавец, конечно, по этому поводу. Нет, все действительно здесь заставлено этим ужасом, этими коробками. Но очень-очень эффектно и очень интересно проходит конкурс на оцеломудривание. И надо сказать, что я давно так не ржал, потому что до какой степени оказывается у меня демонически остроумный зритель. Ты не видел, Коль? Нет, вот когда им надо, я попросил, оцеломудрить штаны, и там, значит, болтается кошмарный волосатый член, и надо каким-то образом выйти из положения, чтобы рисунок превратился бы в приличный. Самое лучшее, конечно, пока на данный момент, это картинка под названием «Глупый Пушкин», потому что этому всему дорисовали рожицу, зрачки и увеличили шевелюру. И получился вылитый Александр Сергеевич. Двадцать секунд. Я уж не говорю про другие блистательно остроумные штуки, типа там казаки идут разгонять гей-парад. Пять, четыре. Посмотри, посмотри, там классно, там суперклассно. Одна, мотор. По ноптикум на телеканале Дождь мы продолжаем разговор. Аркадий Бабченко написал такой довольно пространный пост у себя в Фейсбуке о том, это вообще глобальное рассуждение о том, почему у российских людей, у россиян психология рабов, почему они сидят собственно на месте и не уезжают, почему они не уезжают из России. И дальше идет некоторое перечисление разных случаев. Среди этих случаев и Михаил Ходорковский, и Дмитрий Муратов, и еще ряд других. И во всех этих случаях Аркадий, в общем-то, подробно рассказывает, как он предлагал им, собственно, сам предлагал, чтобы он организовал их отъезд из России. Цена вопроса 10-15 тысяч долларов, это в случае с Муратовым, с Ходорковским побольше. Приведу буквально две короткие цитаты, потому что пост очень длинный, целиком я его прочесть не могу. Когда посадили Ходорковского, я все никак не могла понять, вот ты миллионер, тебя захватили бандиты, это не имеет никакого отношения к праву, это именно бандитский захват. Ты сидишь у бандитов в Чеченской области, в стране, где практически отсутствует государство, где пенитенциарная система почти не действует, и так далее, и так далее, и так далее. Я постоянно предлагала, деньги еще остались, но остались, так чего вы валак не фолите, давай найму дюжину отмороженных сербов из ЧВК, и через неделю ваш отец будет дома. Ну и про Муратова, я говорю Муратова, давай, у тебя в редакции людей убивают, я решу проблему, здесь вообще нужно 10-15 тысяч, 15-20, у нас акционер-миллиардер, нужна пара берданок, старый жигули на развозе, шофер дядя Вася с газовым баллончиком, ну и так далее. А впечатляющий пост, ну и дальше вывод в стиле Аркадия Бабченко, очень такой гармонический для него вывод о том, что вот психология рабов, она и есть психология рабов, поэтому все сидят на своем месте и дожидаются спокойно прихода Гитлера к власти, и уже дождались Элей. Дожидаются там, как Бабченко этот ракур, я не знаю, тем не менее, вот такой пост. Станислав Александрович, вы обратили внимание на этот пост, почему? Конечно, на это нельзя было не обратить внимания, поскольку это часть важной, саморазоблачительной кампании, которая может завершиться серьезным бэнсом в 2019 году, подступающим к нам, подступающим на город. Акадий Бабченко это такой бывший журналист, если кто не знает, который в прошлом году отметился фейковым покушением на себя. Причем то, что это покушение фейковое, доложило нам, собственно, Служба безопасности Украины. Все материалы об этом свидетельствуют, но Бабченко продолжает наставить, что это покушение могло иметь место, хотя бы все факты это опровергают. Но здесь Акадий Бабченко дошел до признания, в общем, в попытке осуществления им организации двух серьезных уголовных преступлений. Первое — это организация «Побега». Я хочу разъяснить аудитории, может, что-то было не очень понятно из его сумбурного поста, «Побега» Михаила Ходоковского из колонии в Краснокаменске. Для этого бюджета там был 200 тысяч долларов, указан Акадий, а еще за 10 тысяч, если не 200 поправить, а 210, можно было, по его версии, купить два списанных БТРа. И тем самым в сопровождении БТРов организовать «Побег» Ходоковского. При этом совершенно ясно, что такой проект мог быть только провокацией, которая закончилась бы убийством, гибелью Ходоковского в момент «Побега». Это нормальная спецвужбистская обычная технология, когда избавиться от какого-нибудь человека, нужно спровоцировать его на некое преступление, в результате которого он погибнет, да еще и дискредитирует себя полностью. Потому что образ Ходоковского после неудачного «Побега» не был бы прежним никогда. Но даже если предположить, что этот «Побег» бы удался, то неясно, куда бы Ходоковский девался после «Побега». В Китае или в Монголии, как утверждает Бабченко, да, где, видимо, должен был бы отсиживаться на нелегальном положении, поскольку я не представляю себе страну, которая официально приняла бы после всех этих событий, неизбежно сопровождавшихся бы человеческими жертвами с разных сторон. То же самое он предлагал вооружить берданками «Новую газету», как будто журналистов «Новой газеты» убивают в редакции. Эти берданки что-нибудь изменили бы, кроме того, что «Новую газету» после накрыл бы немедленно ФСБ и повязал бы всех ее руководителей. Да, поэтому это все больше наводит меня на мысль, что «Акадий Бабченко» и все это «Бабченко-шоу» — это, так сказать, в известной степени провокация российских спецслужб. И вот мне кажется, этот нарыв взорвется в 2019 году с неприятными последствиями для украинской революции 2013-2014 годов и тех людей, которых она привела к власти, о чем я считаю своим долгом заведомо предупредить. А по счету «Души русского народа» эта полемика ведется не одно столетие, в ней есть разные позиции, но описываем Бабченко случай вот не иметь никакого отношения. Потому что когда тебе предлагают броситься с Большого Каменного моста в Москва-реку вниз головой, да еще заплатить за это ты отказываешься, то это никак не может быть критерием рабскости твоей души. К тому же говорит он как раз о людях, которые вели себя весьма достойно очень сложных жизненных ситуаций, например, Михаиле Ходоковскому и Дмитрие Муратове, и уж на их примере я бы не разбирал рабские характери русского народа. Это точно. Александр Глебович, вы что-то добавите? Да, я думаю, что Стас абсолютно не прав, потому что подозревать Бабченко в многоходовках, особенно после того, как он политый сиропом долго лежал на желтом паркете, изображая, изображая... Это была не гримерная кровь, это было какое-то дерьмо. Дело не в этом. Аркаш вообще чудесный парень, и подозревать его в каких-то, ну, скажем так, в какой-то грязище абсолютно неверно. К тому же, я не могу здесь его осудить, потому что его предложения, они от них, в общем, попахивает движуха, а я всегда за движуху и авантюру. К тому же, как вы сами понимаете, Ходорковский в юрте, это было бы очень пикантное зрелище, а особенно Ходорковский в юрте, пьющий соленый, приправленный бараньим жиром чай на протяжении нескольких десятков лет. Потому что деваться ему было бы из этой юрты действительно некуда. Дело не в этом. Я просто хочу объяснить, что бывает, конечно, рабская психология, и бывает рабское самосознание, бывает самосознание беглого раба, который все равно остается таковым. Я вот не чувствую себя рабом ни системы, ни страны. У меня тут нет начальников, у меня нет никакого голоса указующего. Я сражаюсь только за себя и за свою личную выгоду, и у меня есть только мои личные интересы. Более того, нигде, кроме России, я не вижу возможности изучать те важнейшие процессы, которые сегодня и вчера, и в будущем являются самыми актуальными и самыми фундаментальными для хомо. И поскольку изучение хомо, это, скажем так, часть моей работы и часть моей профессии, я не мыслю более интересной лаборатории, где все так наглядно, где такие обалденные препараты, где не надо просто вкладывать в это ни гнев, ни пристрастие, не надо из этого делать, делать, вот то, что называется, ничего личного. Вот у Аркаши все очень личное, для него все безумно болезненное. Он какой-то, я бы сказал, квинтэссенцией всякой воспаленности по любому поводу. От этого и бредовые идеи, от этого и обвинение тех, кто продолжает кропотливо трудиться в этой лаборатории, потому что от этого окуляра не оторваться, там действительно волшебные процессы происходят. Поэтому я думаю, что просто надо воспринимать Аркаши таким, как он есть, не подозревать его в каких-то ФСБшных связях. Поверьте, с Аркашей невозможно быть связанным никому, да, и ФСБ в том числе. Оно бы давно взвыло, полезло бы на стенку, ломая когти. Это не тот персонаж. Да, поэтому давайте как бы... Это просто, да, и кто не рассудит нас, что называется. Просто действительно две радикально разные точки зрения. Ну, почему мы и стремимся, но не всегда у нас получили. Да, считайте, что я вступился за Бабченко. И объяснил вам его. Ага. Хорошо. История рассудит нас, и мы перегоним к следующей теме, видимо, к последней, потому что время заканчивается. На сегодня. На сегодня, сегодня. Ну что, батеньку, наверное, да? Роскомнадзор... Роскомнадзор попросил... Они стыкуются. Вы имеете в виду, Роскомнадзор, который планирует внедрять технологию DPI, чтобы у нас, значит, чтобы было окончательное решение телеграмского вопроса, в смысле, относительно мессенджера телеграм. В то же время Роскомнадзор, который не сидит на месте и не делает одно дело в день, попросил МВД проверить на предмет нарушения законодательства статью с сайта батенька, да вы трансформер. Это статья о женщине, употребляющей героин, и как бы основной тезис героини состоит в том, что она действительно давно употребляет героин, и при этом не... живет совершенно обычной жизнью, следит за своим здоровьем, следит за своим внешним видом, следит за своей социальной успешностью, профессиональной успешностью, вообще живет совершенно обычной человеческой жизнью, Но при этом героиня ее постоянный спутник, она держит это под контролем в том смысле, что она может в какой-то момент перейти на метадон, когда это зачем-то нужно, она регулирует дозировки и так далее, но тем не менее она с ним плотно связана, и это, конечно, глубокий такой подсад. Вот такая вот статья. Что вы на все это скажете? Ну, я могу сказать, что это ложь, прежде всего, для начала, да, потому что надо понимать механизмы физиологические воздействия вот всех этих производных лидергеновой кислоты и понимать, что человек, который отведал и регулярно это принимает, он не может быть свободен от существенной дегенерации и синаптических связей, и нейронов как такового. У него действительно выпадают целые участки, из работы выпадают целые участки работы головного мозга, и это не обязательно те участки, которые отвечают за речь или за сообразительность, или за умение разгадывать кроссворды. Это могут быть участки гораздо более важные и серьезные, которые обеспечивают непосредственно все физиологические функции. Мозг ведь в основном занят тем, что он обеспечивает и координирует работу организма, а вот это вот поверхностный такой эпифеномен, так называемое наше мышление или сознание, это ведь на самом деле не является его основным занятием. Поэтому статья, я посмотрел по вашей просьбе, Аня, статья абсолютно лживая, абсолютно капканистоя, при том, что вы знаете мою позицию, я считаю, что наркоманов не надо ни карать, ни отлавливать, ни лечить, не надо. Им надо предоставлять возможность благополучно подыхать, потому что наркотики это чудесный инструмент естественного отбора. Если человек настолько идиот, что он принимает наркотики, так в общем тогда на самом деле неплохо было бы, если бы он украсил какой-нибудь завиток дыма в крематуре, бы обогател. Ну, не жалко, честно говоря, да. Поэтому, то есть он не представляет собой той радикальной ценности, которая позволила бы этому бедному виду развиваться. Поэтому это тот редкий случай, когда Роскомнадзор, вероятно, возбудился более-менее правильно. Что касается Телеграма, ну что, ну пойдут еще раз эти орки на штурм, еще раз они будут под своими ржавыми забралами кусать абсолютно бесплодное и недостижимое для них волшебство под названием Телеграм. И откатятся, оставив усеянные трупами своих маленьких подоркиши и орчат склоны. Да и хрен с ними. Станислав Александрович, буквально у нас три минуты остаются. Я вспомнил Кита Ричарза из группы Rolling Stones, которому на беде исполнилось 75 лет, он долгие годы употреблял. Ой, давайте Быкова поздравим. И когда его спросили, как так получилось, что долго употребляли и не умерли, а потом перестали, он сказал, ну просто качество наркотиков резко снизилось, и мне как-то все это надоело. Нет, статья из Батеньки абсолютно фантастическая. Я вообще не удивился, чтобы она была художественным рассказом, а не реальной журналистской работой. Она и есть рассказ художественный. Это большие вопросы с редакторской точки зрения. У меня есть ряд претензий. Я не очень понимаю, при чем здесь Роскомнадзор. И почему даже если когда-то в кои-то веке эти орки обращают внимание на чью-то непрофессиональную работу, а не на профессиональную, типа, как у Телеграма, почему... Конечно, пропаганда, на мой взгляд, героиня в этой статье содержится. Там основная мысля, что героиня-наркоман может быть успешным членом общества. И значит, Роскомнадзор прав. Ну, поскольку Роскомнадзор имеет право в это вмешаться. А что касается Телеграма, то там еще пикантный момент в том, что выделяется 20 миллиардов рублей на борьбу с Телеграмом. Это достаточно большая сумма. Успеха все равно эта акция иметь не будет. Поскольку пока наши госорганы и близкие к ним неповоротливые компании будут осваивать 20 миллиардов рублей, все эти сетевые технологии шагнут еще далеко вперед. И все это будет ненужно. Вообще, когда система начинает разбрасывать большие деньги на заведомо несбыточные проекты, изначально ориентированные или на воровство, или на удовлетворение чьих-то амбиций, как это было в конце советской власти, это не сулит ей ничего хорошего в краткосрочной перспективе. На том и порешили. На Телеграмму быть, в общем. Дорогие друзья, у нас закончилось время. Спасибо большое. Быкова, Быкова, с днем рождения. Давайте поздравим. Быкова, с днем рождения. Никаких сомнений нет. Быкова, с днем рождения категорически, как говорит Санислав Александрович в таких случаях. Кодовое слово было «Цена», с которой мы не постоим. Кто подавился, тот молодец. Спасибо большое, Санислав Александрович. Спасибо большое, Александр Глебович. Мы встречаемся уже через неделю. Да, мы встречаемся через неделю. Все нормально. Преодновогодний выпуск. Без сомнения. Без сомнения. Счастливо. Это был Планоктикум. Оставайтесь. Пока, Анечка. Пока, Стасик. Ура. Да, ура. Ну все, курим, ругаемся матом.